Минувшая неделя, как ни странно, была очень богата на события. Трудно их ранжировать по важности, но я постараюсь. Безусловно, начнем с неудачной попытки сформировать правительство Республики Башкортостан. Как я и говорил, в Республике разразился первый серьезный политический кризис при правлении Радия Хабирова. И этот кризис, как ни странно, продолжается. Хотя многие ожидали, что к 24 октября он наконец закончится и Госсобрание утвердит новый список правительства и нового премьер-министра. Этого не случилось. 24 октября Курултай, Госсобрание Республики Башкортостан, обсуждал все, что угодно, только не правительство Республики. Хабиров не направил на утверждение парламента фамилию нового премьер-министра. Судя по всему, в Москве не удалось достичь договоренности, к которым так настойчиво стремился Хабиров. Я имею в виду назначение Назарова на пост премьер-министра. Очевидно, что Хабиров остается сейчас на посту премьер-министра, потому что хоть как-нибудь нужно удержать этот баланс и сделать хорошую мину при плохой игре. Однако, это, конечно, несколько качественно меняет положение Хабирова и Назарова. Дело в том, что до 24 октября они все еще находились в статусе людей, пытающихся решить эту проблему. А после 24 октября они попадают в статус людей, которым отказали окончательно. Тем не менее, судя по всему и судя по моей информации, Андрей Геннадьевич не теряет надежды на решение этого вопроса. Хабиров, судя по всему, тоже не теряет этой надежды. Они производят дальше свои действия в кулуарах московских властей. Но, конечно, ситуация, прямо скажем, становится достаточно постыдной. В первую очередь, эта ситуация постыдна для Хабирова, который получил ощутимую оплеуху из Кремля, которому указали на его место, которому объяснили границы его возможностей. До сего момента Хабиров пребывал в некой иллюзии того, что он абсолютно всесилен, по крайней мере, на этой территории. Но из Кремля ему очень четко, очень жестко показали место, шесток, там, я не знаю, как это у них называется. Ну, в общем, загнали его под лавку. Судя по всему, придется пока существовать в той конструкции, которая и существовала до этого, но при первом вице-премьере. Уже начались какие-то жалкие отмазки на тему того, что да так и задумано было, да мы вот сейчас не хотим конфликтовать. Но при всей цветистости, витиеватости объяснения на тему того, что тут какой-то страшный заговор случился против Назарова, никто из них, из этих вот объясняющих, не назвал фамилии злодеев. Кто же это тот, который там стоит за всей этой информационной атакой? И так, значит, фамилии не прозвучали. Кроме всего прочего, это, безусловно, конечно же, атака не на Назарова, а непосредственно на Хабирова. Это именно та акция объяснения и устрашения, которую предприняли в отношении Хабирова, судя по всему, потому что поняли, что Ради Фаридович немножко не в ту степь куда-то уже направился. Ну и за собой, кстати говоря, потащил и весь Башкортостан. Я все-таки отношу это к некой превентивной мере со стороны Кремля, дабы привести в чувство немножко обалдевшего губернатора. Ну и в связи с этим вот безмолвием, необъясненностью, неопределенностью с правительством, конечно, в чиновничьих кругах началось брожение гудения. Чиновники вообще очень остро реагируют на всякие неопределенности и на слабость начальства. Очень пристально следят за тем, что получилось, что не получилось у начальства. Критично это все оценивают. Однозначно, увидев вот этот провал, вот эту ошибку, в чиновничьих кругах, в кругах политиков республики, там в Курултае везде начался такой гул пчел и шмелей. Все чаще раздаются всякие совершенно фантастические предположения. Ну так всегда бывает, когда неопределенность, когда непонятность. Тут начались там Сидякин главой Чувашии, Сидякин премьер-министром, Мурзагулов главой администрации, Ахмадинуров спикер госсобрания. Всякие такие вообще бредовые истории. Но в итоге, конечно, все чаще и чаще между собой, там за чашкой чая и в кулуарах, и в буфетах звучат такие выражения в отношении Хабирова, как не справился, не смог, не удалось в отношении всей вот этой истории с назначением. Ну, будем наблюдать, посмотрим, удастся ли все-таки Хабирова в конечном итоге продавить какое-то из своих решений, будет ли он искать промежуточное решение, откатится ли он назад и сделает вид, что так все было задумано, я не знаю. Но было, конечно, тактической ошибкой заранее оглашать свое решение, не согласовав его с Москвой. Было тактической ошибкой не иметь запасного варианта. Ну, это все, наверное, продукт какого-то такого самоуверенного верхоглядства, когда, типа, я вот решил, так и будет. Ну, вот нашлись силы, которые показали, что не все в силах и не все во власти Радио Фаритовича на территории Башкирии. В предыдущем выпуске была допущена досадная арифметическая ошибка. Когда я говорил о том, как Радио Фаритович обохвалился своими успехами по эвакуации автомобиля в Красногорске, я сказал, что он эвакуировал каждую пятую машину в Красногорске. Нет, конечно, я ошибся. Речь шла о каждой пятидесятой машине в Красногорске, которую якобы эвакуировал Радио Фаритович. Но и то действительно все равно представляется мне совершенно фантастичным. Еще немного о кадровых перестановках, которые случились на предыдущей неделе. Я говорю о том, что Константин Борисович Толкачев покинул должность руководителя партийной организации Республики Башкортостан, и на его место приходит никто иной, как Радио Фаритович Хабиров. Всю прошедшую неделю обсуждалось то, что в Кремле повелели губернаторам перестать махать хвостом, открещиваться от любимой партии и возглавить региональное отделение у себя на территориях. Губернаторы, понятное дело, взяли под козырек и возглавили. Тут Хабиров оказывается в очень выгодном положении. Дело в том, что Хабиров единственный, кто шел от «Единой России» на выборы как губернатор. И тут ему очень несложно и логично, конечно, возглавить теперь партийную организацию, сменив на этом посту Константина Борисовича Толкачева, который бессменно многие годы руководил «Единой Россией». Собственно, Толкачев занимал две ключевые позиции. Это начальник партии Республики Башкортостан и «Единая Россия» и спикер госсобрания. Спикером госсобрания Толкачев остается. Оттуда его убрать практически невозможно до окончания полномочий как избранного депутата госсобрания. А вот от руководства партии отстранить было вполне можно. Насколько это хорошо или плохо, на самом деле, рассуждать почти бесполезно, потому что кто бы не руководил партией «Единой России», понятное дело, от этого партия не изменится. Я имею в виду региональное отделение. Ахмадинуров окончательно потерял какую-либо перспективу, хотя всю прошедшую неделю бегал по городу с криками, что теперь он возглавит Курултай, но не случилось, слава богу. Ахмадинуров остается на своем месте, двумя ногами завязнув в этом болоте. Он будет руководителем исполкома. И, в общем, собственно, на этом, наверное, его карьера и закончится. Других кадровых перестановок пока на этой неделе не происходило. Второй год подряд уже у нас правительство неполноценное с приставкой ИО. Конца края этому пока не видно, но надеюсь, что на следующей неделе мы начнем обретать хотя бы уже стационарных стабильных министров в правительстве. На прошедшей неделе в Кармаскалинском районе Республики Башкортостан случилось страшное. Практически бунт на корабле. Устав разбивать подвески своих автомобилей и сельхозтехнику о убитые дороги района, жители этого района напечатали портреты руководителей Республики и на палочках поставили их в эти ямы. Идея, конечно, не новая. Прямо скажем, что принадлежит она мне. В 2016 году таким образом мы делали акцию на улице Пархоменко в Уфе. Расставляли портреты Хамитова в ямы, в раздолбанную абсолютно улицу Пархоменко. Надо сказать, что тогда, буквально в течение суток, на улице Пархоменко появился новый черный гладкий асфальт. С тех пор улица Пархоменко от Кирова, по крайней мере, до Достоевского это образцово-показательный участок дороги. Туда можно привозить немцев, чтобы они рыдали от зависти. Так вот, по прошествии трех лет жители Карамаскалов, я, честное слово, здесь ни при чем, мамой клянусь, повторили эту акцию. Примечательно вот что. В ямах Карамаскалов стоят портреты Хабирова и Хамитова одновременно. То есть, видимо, мнения жителей Карамаскалинского района несколько разделились. Они не до конца уверены, что республика управляет Хабиров. Часть из них все еще считает, что Хамитов. И потому решили расставить два вида этих портретов. Это очень символично в том смысле, что всего за год Хабирова приравняли фактически к Хамитову по уровню эффективности и работе хотя бы в части дорог. Очень показательно, что в отличие от 2016 года среагировал уже район, а не Уфа. Очень радует, что креатив присущ не только столичным жителям, но и жителям регионов республики. В общем, получилось забавно, весело и красочно. 21 октября пришли печальные новости из города Сибая. Опять существенное превышение ПДК по формальдегиду. Уже 18-кратное превышение. На многих станциях, на многих замерах показывает 9, 12, 10. Но в одной из станций показало 18. Жители Сибая опять это стали обсуждать в социальных сетях. Судя по всему, орден Авзалова никак не влияет на экологическую обстановку в городе. Не знаю, получит ли он теперь новый орден за усмирение нового всплеска отравляющих веществ в воздухе. Я имею в виду усмирение населения, а вовсе не очистку атмосферы города. Может быть и получит новый орден. Но в скором времени тогда Авзалов будет по пояс в орденах, а воздух Сибая так и не очистится. Живо обсуждается тема о том, что администрация Сибая предложила перенести станции замера воздуха подальше от карьера. Это, конечно, гениальная задумка. Я бы предлагал даже поставить станции замера воздуха в Сибае где-нибудь, например, в Барселоне. Тогда точно воздух будет значительно чище. Там точно не будет формальдегида. И можно будет отчитываться о том, что все хорошо, прекрасная маркиза. И в Багдаде все спокойно. В общем, в Сибае начинает все закручиваться. Как и предсказывали технологи и экологи, к зиме содержание отравляющих веществ может повыситься в воздухе Сибая по причинам, связанным именно с геологией и физикой процесса. В общем, будем наблюдать. Судя по всему, усилия властей будут направлены только на замалчивание всех этих фактов и локализацию тех, кто об этом говорит. Кого-нибудь там включат в какой-нибудь совет из особо активных активистов, кого-нибудь там испугают, в кого-нибудь, возможно, даже выстрелят из ружья, как пытались в нас выстрелить, когда мы с Барабашем ездили к Сибайскому карьеру. В общем, будем наблюдать. История эта не закончилась. История эта продолжается. Давно мы не говорили всерьез о долевом строительстве. И вот сегодня, пожалуй, стоит. Накопилось новостей, накопилось событий, накопилось процессов. На мой взгляд, самым главным, что случилось в сфере долевого строительства, как ни странно, это новости федеральные. Стало известно, что вот этот пресловутый фонд помощи каким-то дольщикам, попавшим в какие-то сложные условия. Ну, в общем, вот тот спасительный фонд, который будет достраивать недостроенное жилье, наполнен деньгами не будет. На федеральном уровне обсуждалось, что есть всего 1 миллиард 800 миллионов на всю страну. Средства не изысканы. И, судя по всему, в ближайшее время изысканы не будут. Это кардинально и в корне меняет все планы, намерения и чаяния многих дольщиков в республике Башкортостан в том числе. Речь идет о том, что 1 миллиард 800 на всю страну, это примерно миллиона по полтора на каждый регион. Прямо скажем, даже на однокомнатную квартиру не хватит. Даже не это важно, а важно то, что в прах разбиваются все истории по поводу скорейшего банкротства и захождения в механизмы вот этого фонда. Потому что, напомню, фонд этот подразумевал помощь только банкротным стройкам. И те, кто кинулись теперь в банкротство, наверное, с ужасом понимают, что теперь им уже ничто не поможет. Фонда нет, а банкротство всегда приводит к потере активов. Ну, в общем, вот эта вот главная федеральная история, дом РФ пока не состоялся. Соответственно, не состоится он и в республике. Ну и по объектам. Большой, самой большой новостью по конкретным объектам на этой неделе была история по Миловскому парку. Помимо того, что господина Комлева опять заключили под домашний арест, я не знаю, связано ли это с его дракой там в бухте Кила, которая случилась на радостях после того, как его выпустили. Но, тем не менее, теперь он опять под домашним арестом. Помимо этого, случилось следующее. В банкротном производстве произошло кардинальное изменение. Арбитражный управляющий обратился в суд с требованием начать процедуру конкурсного управления. То есть, о чем это говорит? Это говорит о том, что признана ситуация в Миловском парке безысходной, которую нельзя оптимизировать, то есть нельзя оздоровить предприятие. И речь идет о конкурсном производстве, то есть о классическом банкротстве. А классическое банкротство всегда приводит к потере активов, потому что денег рассчитаться с кредиторами по определению недостаточно. И речь идет только о том, чтобы более или менее справедливо или равномерно распределить остатки среди кредиторов. Соответственно, это говорит о том, что ситуация здесь гарантирует то, что люди не получают то, что должны были получить. То есть, тут уже даже не обсуждается не если то, а именно гарантированно. То есть, когда речь идет о прямом банкротстве, просто разделяют остатки между всеми поровну. То есть, кому должны были 2 миллиона, тот получит миллион. Кому должны были 1,5 миллиона, тот получит условно 500 тысяч или 700 тысяч. Ну и вот в таком ключе. Причем в этом процессе нет никакой гарантии, что в процессе банкротства не появятся какие-то фиктивные кредиторы того же Комлева, которые урвут себе часть пирога, уменьшая, естественно, вот эту кредитную массу, которая достанется реальным дольщикам. Напомню, что в Миловском парке числятся примерно 1700 дольщиков. Общая сумма задолженности в их адрес 2,5 миллиарда рублей. А сумма общей дыры, условно говоря, в этом строительном объекте, плюс долги подрядчикам, прочие-прочие вещи, 3,5 миллиарда рублей. Непосредственно Комлева и его группировку сейчас следствие подозревает, но все еще не обвиняет в хищении порядка 2 миллиардов рублей. Но, тем не менее, Комлев так вот наказан очень мягонько. Совсем недавно он еще был под подпиской о невыезде, дрался по кабакам. А теперь все-таки его даже заключили под домашний арест, что, наверное, считается максимально возможным для человека, подозреваемого в похищении 2 миллиардов рублей. Знаменитый Менделеевский треугольник. Менделеева 128 дробь 1. Там складывается ситуация вообще трагическая какая-то. Ну, она уже трагическая, там 10 с лишним лет. Жители, вернее, дольщики этого дома, вдруг поняли, что их обманули на выборах. Я делаю этот вывод из того, что они мне пишут. Там, вот, мы были неправы, нас уговаривали ничего не делать перед выборами, а теперь что же нам делать? Ну, я не вправе злорадствовать и не буду этого делать. Я пытался им объяснить, что вам затыкают рот, лишь бы во время выборов вы сидели тихо. Что, собственно, и случилось? Они сидели тихо вообще. Ребята там веселые, активные такие, буйные. Прокуратура, местные администрации, все сделали все, чтобы вот этот вот Менделеевский треугольник сидел тихо. И теперь они вдруг прозрели, поняли, что их обманули. Никаких работ не ведется, техника отведена. С другой стороны, там вполне себе активно расчищается соседний участок, там сносятся эти ветхие дома. Понятное дело, что на новом-то участке построить дома веселее, чем достраивать уже проданные здания. Ну, в общем, конечно, ситуация отчаянная, ничего не происходит, процесс не идет. Даже уникальная ситуация в том, что вот в этом объекте есть деньги на достройку, даже она не используется. В общем, конечно, там беда и печаль. Ну, есть и отрадные новости. Например, по Сиренбериному ручью. Я долгое время напрягался от того, что не было никаких конкретных новостей, пытался их добыть. Там какие-то все время шли обещания, да-да-да, сейчас-час-час, вот-вот-вот. И все это вызывало очень серьезные сомнения и недоумения у меня и у дольщиков. Но сейчас все-таки прозвучали цифры, что всегда радует. Я говорю о том, что конкретно вчера и позавчера было заявлено о том, что 20 ноября ориентир по сдаче 9 дома в Серебряном ручье и 20 декабря ориентир по сдаче 10 дома в Серебряном ручье. Далее по ходу пьесы, видимо, будут дорабатываться моменты по большой сделке, так называемой. Речь идет о продаже вот этого бизнес-центра «Салат Юлаев» и продолжении строительства. По этой большой сделке я не могу раскрывать все информации, которые владею, но я видел вчера документ, который очень важен для этого процесса, а именно заключение о рентабельности вот этой передачи бизнес-центра, возможности достраивания всего комплекса Серебряный ручей на те деньги, которые подразумеваются. То есть это уже законченный анализ, он действительно длился некоторое время, действительно казалось, что все буксует на месте, но вот тем не менее теперь он закончен и передан в правительство. Вопрос теперь за решением в правительстве, чтобы запустить эту сделку. В целом пока, тьфу-тьфу-тьфу, Серебряный ручей показывает, что процессы идут, что-то движется там, ну и будем наблюдать, естественно. Федеральные каналы новостей на прошедшей неделе облетела новость о задержании в Майами американскими властями Ахмеда Белалова. Казалось бы, причем здесь Башкортостан, однако связь есть. Дело в том, что Ахмеда Белалова задержали в Майами неизвестно по какой причине точно формально за нарушение режима пребывания на территории США, но при этом есть запрос на экстрадикцию господина Белалова в Россию по делу курортов Северного Кавказа. Именно в этой организации трудился некоторое время господин Мурзагулов в ранге заместителя господина Белалова. Он активно участвовал в этой странной истории, если не сказать, афере. И речь идет о том, что лично Путин перед Сочинской Олимпиадой распорядился разобраться с Белаловым, выяснить, почему пропали деньги, которые были выделены на эту организацию. Курорты Северного Кавказа так и не превратились в курорты, деньги пропали. После того, как Путин публично по телевизору потребовал призвать к ответу господина Белалова, вся эта теплая компания съехала за границу. Белаловы, братья Белаловы и господин Мурзагулов отъехали на запад. Мурзагулов в некоторое время скрывался в Париже, даже учился в Сорбоне, наконец получив высшее образование. До этого момента он все еще был со средним образованием. И вот теперь история получила продолжение. Примечательно, что одновременно с Белаловым за границей находился и Мурзагулов. Он до сих пор находится где-то там между Парижем и Барселоной. Не знаю, вернется ли он оттуда. Не знаю, коснется ли его это разбирательство, хотя, конечно, несомненно, должно коснуться, потому что он был ключевой и существенной фигурой в этой структуре. Будет ли он там допрошен, опрошен, задержан или еще что-то, посмотрим, если, конечно, вернется. Хотя Испания достаточно охотно выдает по запросам России людей, которые находятся там под следствием, либо с которыми необходимо произвести следственные действия. В общем, будем пристально наблюдать за этой историей, посмотрим, как она будет развиваться. Безусловно, будем об этом рассказывать. Три недели мы не говорили про ситуацию вокруг золотого запаса, и вот теперь накопилось некоторое количество новостей, о которых хотелось бы поговорить. Во-первых, получен ответ из Центробанка России на запрос одного из пайщиков золотого запаса по поводу законности-незаконности организации заключения этих договоров в помещениях Роскомснабанка. Некая мадам Гоголева, сотрудница службы по защите прав потребителей Центрального банка Российской Федерации, официально ответила о том, что, цитирую, «заключение договора займа при участии банка в помещении банка в пользу третьих субъектов не противоречит закону и не делает банк обязанным по договору, а взаимодавца кредиторам банка». О чем это говорит? Это говорит о том, что официально объяснена вот эта вот неопределенность, когда кредиторы, участники золотого запаса, вменяли Роскомснабанку в обязанность возмещать их финансовые проблемы, возникшие в связи с работой золотого запаса, потому что договора заключались в офисах Роскомснабанка. То есть, ну хотя бы в этом вопросе внесена ясность, хотя попутно это разъяснение немножко вводит в неопределенность теперь саму позицию Центрального банка в отношении лицензии Роскомснабанка. Напомню, что одной из причин отзыва этой лицензии было то, что Роскомснабанк якобы потворствует созданию недоброкачественных активов с точки зрения вот этого участия в золотом запасе. В общем, по крайней мере, пайщикам золотого запаса был дан официальный ответ о том, как обстоят дела в этой части. Им объяснили, что в этом нет проблемы. И вообще, я присоединяюсь здесь к Центробанку в том смысле, что человек в первую очередь сам несет ответственность за то, какие решения он принимает, в том числе и решения в отношении собственных денег, кому их дать, кому их дать взаймы, куда их разместить, под какие риски и под какие проценты. Также на прошедшей неделе в рамках работы Совета по правам человека Республики Башкортостан прошел круглый стол по проблеме золотого запаса. Ну, я продолжаю скептически относиться вообще к этому СПЧ. Я понимаю, что это какая-то бутафорская и немножко театральная затея, но тем не менее в этой части, в общем-то, кое-что получилось. По крайней мере, Володе Барабашеву удалось собрать на этом круглом столе полный список заинтересованных лиц. Это и финансовые выполномоченные, это и представители пайщиков и групп этих кредиторов, это и прокуратура, это, самое главное, и руководство самого золотого запаса. Разговор получился, в принципе, по крайней мере, получилось поговорить и обсудить те процессы, которые происходят и которые должны происходить впоследствии, не без эксцессов, конечно. На мой взгляд, достаточно некорректно себя вел руководитель золотого запаса, господин Суюшев. Ну, как говорится, бог ему судья. Тут он как-то немножко нервно реагировал, вступал в перепалки и с экспертами, и с пайщиками. Ну, я отношу это как бы к той эмоционально напряженной обстановке, которая сложилась вокруг всей этой истории. Надо отметить, что позиция финансового полномоченного, господина Шарипова, была, прямо скажем, достаточно странной, но, в общем-то, ее не восприняли всерьез на этом круглом столе. А именно, господин Шарипов почему-то, вопреки общему мнению, причем общему мнению и самого кооператива, и пайщиков, постоянно настаивал на доследственной проверке, которую нужно провести согласно статье 172-й части 2-й. Однако, в общем и целом, на круглом столе пришли к мысли о том, что самым целесообразным сценарием развития событий является банкротство по инициативе пайщиков. И это банкротство, по крайней мере, позволит выявить все активы и со стороны, скажем, конкурсного управляющего, позволит информировать об этих активах всех пайщиков, все заинтересованные стороны, и в дальнейшем определить судьбу этих активов и каким образом их распределять среди пайщиков. А вот сценарий господина Шарипова, конечно, ведет к тому, что если доследственная проверка, не дай бог, следствие начнется, то это, конечно, полностью закроет информацию. Следователь не только не должен распространять информацию об активах среди пайщиков, он еще и обязан хранить тайну следствия и тайну этой проверки, соответственно, никто ничего не получит, и зачем эта доследственная проверка нужна, остается непонятным. Но, повторюсь, самое удивительное было, что это позиция финансового омбудсмена вовсе, а не МВД, например. МВД Хотелось бы немного поговорить о делах уфимских, городских. Мы уже рассказывали про вот эти чудо-антивандальные остановки, которые вандалы на раз-два разнесли на части в центре города. Остановки эти достаточно быстро восстановили, ищут негодяев, появились их там фотографии какие-то черно-белые, два каких-то мужика, не очень-то похожих на хулиганов, там, каких-то таких гопников, но все это, по крайней мере, облетел интернет. Я хотел рассказать немножко о другом. После того, как вот это случилось с антивандальными остановками, и они перестали быть антивандальными, их восстановили, но помните, сколько они стоили? И как народ возмущался тому, что вот эти вот стеклянные павильончики стоят 850 тысяч рублей. На новом аукционе мэрии Уфы эти же самые павильончики теперь стоят, внимание, 1 миллион 402 тысячи рублей. То есть в ответ вот на этот разгром мэрия Уфы решила закупить то же самое, но подороже. Ну, нет предела моему возмущению. Вы понимаете, что квадратный метр этого стеклянного павильончика существенно дороже, чем квадратный метр жилья в Уфе и в Республике Башкортостан. Это, конечно, уже запредельная наглость. Внимательно посмотрите на остановку, которая стоит на Тюзе. С нее свисают провода. Она никуда не подключена. Она такая же умная, как урна, которая рядом с ней стоит. Ума в ней примерно столько же. Стекло, на первый взгляд, там стоит абсолютно то же. Просто теперь она почти в два раза дороже. И дороже она обходится нам, налогоплательщикам, жителям Уфы, а вовсе не мэрии. В общем, конечно, вот в этой истории надо тщательным образом разобраться. Я понимаю, что проанализировать, сделать анализ этого стекла не представляется возможным, но попытаться можно. И вообще надо бы разобраться, кто там поставщик, кто стоит вообще за этими чудо-остановками, за этими миллионами, которые мэрия готова истратить на вот это безобразие. На прошедшей неделе Лилия Чанышева, начальница штаба Навального в Уфе, сняла замечательный, совершенно чудесный ролик про расходы и сравнительный анализ расходов Хамитова и Хабирова в части представительских затрат. Мадам Чанышева выявила чудовищное превышение затрат Хабирова над затратами Хамитова. Вообще вот это сравнение Хабирова и Хамитова начинает набирать обороты, и оно вовсе не в пользу Хабирова, кстати говоря. Чанышева выявила, что Хабиров в буквальном смысле проел 49 миллионов рублей, то есть истратил на еду и питание всяких делегаций и себя дорогого. Обсуждалось вот это безумно роскошное меню, которое указывалось в этих закупках, обсуждалось и то, что непонятно, сколько людей было накормлено на эту чудовищную сумму. Также Чанышева упомянула о огромных тратах Хабирова на авиатранспорт, он летает без ограничений. Москва, другие города, Вена, вертолеты, самолеты. Единственное, чем хотелось бы дополнить историю Чанышевой, это та история, которую мы начинаем забывать. В самом начале воцарения Хабирова, помните историю с самолетиком Мухаммедьянова, как он организовал перелет Суперджета в Сочи. Белые кожаные сидения, 12 или 15-местный Суперджет Ютеера перевез Хабирова, судя по всему, его жену и приближенных в Сочи и обратно. Так вот, история эта не закончилась. Деньги не перечислены Ютееру, и не перечислены они вот почему. Вот эти 4 миллиона не перечислены, потому что, если их перечислить, то тогда будет признана история с этим Суперджетом. И вот этот счет, акт, который уже подписан, и который висят уже больше года, так и повисли в воздухе. Надо не забывать про эту историю, потому что это прямое злоупотребление, которым должна на самом деле заниматься прокуратура. Почему-то прокуратура не занимается. Я помню, что вроде как был какой-то запрос, потом прокуратура что-то такое беззвучное прошевелила губами. Однако, я думаю, что имеет смысл к этой истории вернуться.